На прошлой неделе мы разослали каждому потенциальному кандидату в президент от республиканской партии анкету об Украине. Мы задали шесть вопросов. Имеет ли противостояние России на Украине жизненно важный стратегический интерес для Америки? Какова наша цель на Украине и как мы узнаем, когда она достигнута? Каковы ограничения на деньги и оружие, что вы готовы отправить Зеленскому? Были ли санкции США эффективными и существует ли риск ядерной войны США с Россией? Со стороны кабельного шоу такие запросы могут выглядеть нагло, но никто другой в СМИ об этом вроде как не спрашивает. До первых президентских праймерис 10 месяцев избиратели должны знать позиции кандидатов по важным вопросам, а это крупнейшая проблема. Мы рады сообщить, что практически все, кого мы спросили, ответили. Ники Хейли проигнорировала нас. Джон Болтон сказал, что слишком занят какими-то делами. Но большинство остальных ответили нам, и мы благодарны им за это. Все ответы крайне интересные. Некоторые были такими вдумчивыми и дальновидными, что вселяют надежду в республиканскую партию. За редким исключением их ответы совершенно не походили на заявление, что мы каждый день слышим от Митча МакКонова и других республиканцев из Конгресса. Вашингтонские республиканцы, как правило, убежденные не оконы по образцу Хиллари Клинтон. Но те, кто борются за номинацию в этом цикле, в основном не такие. Это стало приятной неожиданностью, мы не знали, что и думать. Мы опубликуем каждый полученный ответ в полном объеме в нашем Твиттере, как публичный отчет о позиции кандидатов по Украине. Но сперва вот краткое изложение полученных ответов. Бывший президент Дональд Трамп, основной на сегодняшний день кандидат от республиканцев, прислал длинный и весьма интересный ответ. «Россия никогда не напала бы на Украину, если бы я был президентом», — пишет он. Трамп говорит, что он против смены режима в России, цитата. «Мы должны поддержать смену режима в США, это гораздо важнее». Администрация Байдена, вот кто втянул нас в эту передрягу. Трамп неоднократно говорит о риске ядерной войны, по его словам, абсолютно реальным. Он призывает Украину к мирным переговорам при посредничестве США. Цитата. «Обе стороны устали и готовы договориться», — пишет Трамп. «Встречи должны начаться немедленно, у нас нет лишнего времени, смерть и разрушение должны прекратиться». Трамп делает подобное заявление и предсказание уже пять лет. И он говорит это снова. «Что интересно, бывший вице-президент при Трампе Майк Пэнс высказывает противоположную старому боссу позицию почти по каждому пункту. «Мы платим украинцам», — пишет Пэнс, — «чтобы те воевали с Россией, и нам не пришлось воевать с русскими самим». Пэнс выступает за более строгие санкции против Москвы. Он отрицает риск ядерной войны, как цитирует «тактику запугивания со стороны Путина». Затем Пэнс намекает, что любой, кто не согласен с его взглядами по Украине, нелояльный американец. Цитата. «В республиканской партии нет места апологетам Путина». Майк Пэнс не уточнил, кого имел в виду, но подозреваем, что наше шоу входит в число нацпредателей. Возможно, самое достойное освещение ответ мы получили от губернатора Флориды Рона Десантиса. Взгляды Десантиса по ряду вопросов хорошо известны, но до сегодняшнего вечера никто не мог с точностью сказать, какова его позиция по конфликту на Украине. Возможно, важнейшей теме мировой повестки. Теперь мы знаем. Десантис категорически выступает против позиции, которую заняло большинство республиканцев в Вашингтоне. Десантис не неакон. Кто знал? Цитата. В то время как у США много жизненно важных национальных интересов, обеспечения безопасности границ, преодоления кризиса боеготовности вооруженных сил, достижения энергобезопасности и независимости, сдерживания экономической, культурной и военной мощи Компартии Китая, дальнейшее вовлечение в территориальный спор между Украиной и Россией не входит в их число. Без сомнения, пишет он, целью должен быть мир. США не должны предоставлять помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволить Украине совершать наступательные операции за пределами ее границ. Поэтому F-16 и ракеты большой дальности не должны обсуждаться. Эти шаги рискуют открыто втянуть США в конфликт и приблизить горячую войну между двумя крупнейшими ядерными державами. Такой риск неприемлем. Десантис затем выступает против политики смены режима в Москве, столь популярной в Вашингтоне. Он указывает, что администрация Байдена создала альянс между Россией и Китаем, и это катастрофа для США. Цитата. «Мы не можем ставить во главу угла вмешательство в эскалацию иностранной войны вместо защиты собственной родины, особенно когда десятки тысяч американцев каждый год умирают от наркотиков, провозимых контрабандой через открытую границу, а арсенал и оружие, критически важные для нацбезопасности, быстро истощаются». Такова позиция Десантиса. Разъясненная. Вивек Рамасвами, который объявил на этом шоу, что станет кандидатом на пост президента, написал практически целое эссе, резкое, с твердой аргументацией. «Хорошо смотрелось бы на страницах Wall Street Journal. Мы не сможем охватить его целиком, но пара кратких выдержек раскроет суть». Цитата. «Китай хочет, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше, чтобы истощить военный потенциал Запада перед вторжением на Тайвань. Это работает». «Мы думаем, что кажемся сильнее, помогая Украине, но на самом деле ослабляем себя перед Китаем». «Мы 20 лет бомбили с дронов людей в пещерах на Ближнем Востоке и Центральной Азии, но мало чего достигли». «Надо устранять тех, кто ответственен за смерти более 100 тысяч американцев в год». «Мексиканские наркокартели». «Если бы я был президентом, я бы остановил любое дальнейшее финансирование или поддержку Украины». «Украина не входит даже в топ-5 приоритетов нашей внешней политики». «И все же простое сомнение в эффективности использования потраченных на конфликт денег, которые, возможно, лишь его продлевают, воспринимается как нелояльность». «Нас обвиняют и демократы, и республиканцы в том, что мы цитирую «сторонники Путина». «Партия Вашингтонского истеблишмента и оборонные подрядчики хотят, чтобы конфликт продолжался вечно. Ради глобальной экономики и мира надо сделать все от нас зависящее, чтобы закончить его завтра». Конец цитаты. Губернатор Кристи Ноэм из Южной Дакоты приводит похожие аргументы. «Главная внешняя угроза США — коммунистический Китай», — пишет она, а затем добавляет то, о чем говорят недостаточно часто. Цитата. Соединенные Штаты стали слишком сильно полагаться на финансовые санкции, как на оружие сдерживания. Теперь страны, ненавидящие Америку, сознательно отходят от доллара, как от мировой резервной валюты. Санкции против Китая, Ирана и России укрепили российский рубль и позволили Китаю наладить торговлю в китайских деньгах вместо долларов. Это правда. Доказуемая правда. Удивительно, почему столь немногие в Конгрессе, принявшем эти санкции, признают это. «Губернатор Техаса Грэг Эбботт был не столь смелым или точным в формулировках, но по духу он согласен с большинством других кандидатов-республиканцев». Цитата. «Внешняя политика президента Байдена в отношении Украины — это отвлечение финансирования от основных потребностей в США. Вбрасывание денег на Украину без какой-либо подотчетности или целей — явный провал». Конец цитаты. Повторяю, мы понятия не имели, что кандидаты так думают до сегодняшнего дня, и это радует. Сенатор Тим Скотт из Южной Каролины, кстати, прислал вместо заявления стенограмму своего выступления на шоу «Трея Гоуди Уиккенд». Там немного подробностей, но Скотт призывал, цитирую, «унизить российскую армию». Он не пояснил, для чего это нужно. И, наконец, Крис Кристи, еще не на пенсии, все так же полон пафоса, по-прежнему спортивный персонаж. Кристи, наоборот, становится все более ортодоксальным неоконсерватором. Он призывает американских военных сражаться и выиграть войну против и России, и Китая одновременно. Иначе, предупреждает он, Иран и Северная Корея захватят мир. Итак, вот позиция кандидатов от Республиканской партии по Украине, но не верьте нам на слово. Мы публикуем их ответы, не отредактированные, в Твиттер прямо сейчас. Надеемся, вы прочитаете их, они интересны, как бы вы к ним ни относились. И еще раз, спасибо всем, кто нашел время ответить нам столь вдумчиво, почти все. И мы благодарны за это. Редактор субтитров А.Семкин